В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем февраль и март 2020. 19 февраля отмечают День военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. Она обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижеров, принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, парадов и смотров, участвует в воспитательном процессе личного состава, способствуя духовному и культурному развитию военнослужащих. В прошлом году военный оркестр Саровской дивизии отметил свой юбилей. Военному оркестру Саровской дивизии Росгвардии исполняется 70 лет. За это время много раз менялся состав, но качество исполнения и боевой дух остались прежними. Несмотря на творческий уклон участников коллектива, они так же, как и остальные военные, несут службу, ходят на занятия по боевой подготовке и сдают нормативы. Согласно программе подготовки и занятия ежедневно на оркестре. Это его основная задача и основная функция. Ну, помимо этого, занимаем, соответственно, согласно боевому расчету, место в боевых порядках воинской части. Главная задача – музыкальное обеспечение воинских ритуалов и событий. Также коллектив регулярно выступает на городских праздниках, участвует в конкурсах и фестивалях по всей стране. В прошлом году оркестр записал композицию в рамках проекта «10 песен атомных городов». В позапрошлом выезжал на День флота и День города в Архангельск. Стать участником коллектива могут и представители гражданского населения. Все претенденты проходят тщательный отбор. В своем выборе руководители ориентируются на их пригодность к военной службе и музыкальные данные. В оркестр набираем мы в основном на военную службу по контракту. Но, конечно, определенно и есть с этим затруднения. Поэтому один из вариантов, как люди попадают на службу в оркестр, это приходит еще в допризывном возрасте, с 14 лет набираем воспитанников военного оркестра. То есть это допризывная молодежь, желательно уже с музыкальной школой. Сейчас в составе оркестра 13 музыкантов. Объединяет их одно чувство патриотизма и любовь к прекрасному. Александр Курносов – солист коллектива на протяжении последних семи лет. Еще в детстве о службе знал не понаслышке. Отец был военным, именно он отвел юного сына в музыкальную школу. К 75-летию победы Александр записал авторскую песню «Ну, здравствуй, дед», которую посвятил тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашими головами. Повествование о том, что у них был дед, и вот во время Великой Отечественной войны он пропал. То есть без вести пропавший. И они много лет его ищут, отправляют запросы по всем архивам страны. Но, тем не менее, никакого ответа нет. И у нас сейчас век интернета, и вот строчка интернета, случайно набранное имя, рассказывает главному герою, где он находится, дед. В репертуаре оркестра есть и народная музыка, и современные произведения в новой обработке. Но военно-патриотическая песня всегда в приоритете. В Саровской дивизии Росгвардии без нее не обходится ни один праздник. В феврале Саров посетил народный артист России Александр Пашутин. Творческая встреча с ним прошла в Доме ученых. Актер читал отрывки произведений, известных классиков, пел песни и делился с поклонниками своего творчества историями из жизни. Также Александр рассказал о начале своей карьеры и предпочтениях в музыке и кино. Почему дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. На работу в театр все попадают по-разному. У одних родители актеры, другие приходят из различных творческих объединений. Александр Пашутин на театральной подмостке попал прямиком из Воронежского Суворовского военного училища. И почти сразу он начал участвовать в массовках на сцене. Я так хотел быть артистом. Я приехал в родную Москву, поступил в студию при театре Станиславского. В этой студии были такие замечательные актеры, ныне известные. Это Инна Чурикова, Никита Михалков, Виктор Павлов, Лиза Никищихина. Замечательная была студия. После этого я поступил в школу-студию при Московском художественном академическом театре. В 1964 году Александр поступил в школу-студию МХАТ имени Горького. Как признается сам артист, он учился у поистине великих педагогов Павла Масальского, Всеволошиловского. Там же впервые взял в руки гитару. Это сейчас мы приходим, флешка, флешку поставил, оркестр тебе играют. А это были 60-е годы, флешек не было, была гитара. Я купил себе гитару, это было модно. И Коля Караченцев, мой дорогой Коленька, Коля меня учил играть на гитаре. Слова, первые слова, вот за меня невеста отрыдает честно, Володя Высоцкого. Он учил на гитаре. Потом приходил Володя Высоцкий. Володя показывал мне тоже какие-то аккорды. Вот они были, учили меня играть на гитаре. Впервые на большом экране Александр дебютировал в 1970 году в фильме Петра Додоровского «Городской романс». Сегодня за плечами актера уже более 200 картин. И несмотря на солидный возраст, актер продолжает принимать предложения по выступлениям и съемкам. В ближайшее время он планирует сняться в четырех фильмах. Coding Days Lego Education в марте на площадке детского технопарка «Кванториум Саров» прошла серия мастер-классов для педагогов по программированию, информатике и робототехнике. Мероприятие организовали в рамках соглашения, подписанного между Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Lego Education в России и СНГ. Участие в нем приняли более 170 педагогов начальной и общей школ, точек роста и дополнительного образования из Сарова, Арзамаса и близлежащих районов. В течение двух дней в технопарках Нижнего Новгорода и Сарова 176 воспитателей, учителей и педагогов дополнительного образования Нижегородской области стажировались в рамках программы Coding Days Lego Education. Тренеры-инструкторы из Москвы в формате мастер-классов и лекций помогли преподавателям лучше разобраться и освоить методики стим-обучения. Когда дети на одном и том же уроке в процессе создания какого-либо механизма, узнают законы физики, проводят математические расчеты и программируют роботов. Мы говорили о STEM и STEM-подходах в образовании, о проектном методе и о том, как в современном мире учить детей к проектному подходу, к командообразованию и работе с информационными технологиями. В технопарке Саров педагоги познакомились с современными образовательными технологиями. Участники программы смогли самостоятельно поработать с конструкторами, которые можно использовать в обучении детей. Попробовали собрать и запрограммировать роботов. Обсудили основные навыки, которые должен иметь выпускник школы для трудоустройства и успешной реализации своего потенциала в будущем. Зачастую наставники неполной мере используют все ресурсы образовательных и образовательные технологии данных конструкторов. Сегодня у них появилась возможность задать вопросы тем людям, которые являются разработчиками и конструкторов, и программного обеспечения, получить новые компетенции или углубить свои знания в этой области. Главная цель – дать возможность педагогам получить навыки программирования, которые они смогут передать подрастающему поколению. Учитель информатики Дивеевской школы Павел Широков считает, что подобные мастер-классы позволят вывести систему обучения детей на новый уровень. То, что здесь нам сегодня рассказывали, уже у нас в какой-то степени есть в школе. Просто хочется повысить уровень методически, чтобы детям лучше объяснять, и чтобы использовать оборудование, возможно, приобрести новое оборудование, которое поднимется к информатике и вообще дополнительное образование на новый высокий уровень. Когда у них вот этот робот начинает что-то делать, ехать, выполнять то, что они задумали, совершенно другое, когда они берут какой-то набор, собирают его, и потом начинают думать, как бы сделать так, чтобы он поехал, где бы это прочитать, и что означает вот этот большой сложный код, который нужно написать, и чтобы что-то произошло. Преподаватели уверены, робототехника позволит увлечь детей в образовательный процесс. Новый подход к обучению даст им необходимую базу в сфере информационных технологий, позволит с большой скоростью распознавать и развивать свои способности. В марте в Москве выявили первый случай заражения коронавирусом. Этой инфекцией заболел россиянин, прилетевший из Италии. Более 20 человек, которые контактировали с инфицированным, были госпитализированы. Тогда еще никто не подозревал, каких масштабов достигнет пандемия в мире, стране и нашем городе. Давайте вспомним, как все начиналось. Более 90 тысяч человек во всем мире заразились новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них находится в Китае. Около трех тысяч заболевших умерли, более 42 тысяч вылечились. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай, Южную Корею, Италию и Иран, где зафиксировано самое большое количество случаев заражения. Первый больной есть и в Москве. Не исключено, что инфекция распространится по другим городам России, в том числе придет в Саров. У нас на сегодняшний день уже есть как минимум четыре студента, которые приехали в разное время из Китайской Народной Республики. У одного из четверых студентов была остро-респираторная вирусная инфекция. Коронавирус не подтвердился. У молодого человека оказался грипп Б. Он его перенес в обычной для гриппа форме. У остальных никаких симптомов пока нет. Коронавирус не выделен. Две девушки остаются на карантине. Анализы у людей с подозрением на эту инфекцию отправляют в диагностическую лабораторию в Нижний Новгород, оттуда в Новосибирск. В целом, я считаю, для паники нет никакого резона. Но какой-то, повторюсь, рубеж мы уже прошли. И понимание того, что эта инфекция останется в Китае и не расползется по всему миру, уже упущен этот момент. Поэтому будем с этим работать так же, как с гриппом, который по всему миру у нас шагает. Опасен коронавирус осложнениями. Он может вызвать пневмонию, от которой как раз умирает большинство больных. Чаще всего заражаются и тяжелее болеют пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Очень малый процент заболевших среди молодежи и детей. Смертность от коронавируса во всей популяции – около 3%. В целом, если грипп брать в целом, а не отдельные высокопатогенные штаммы вируса гриппа, то смертность в целом ниже. Конечно, не 3%, а она меньше. Но если брать высокопатогенный грипп, то это где-то сравнимые цифры. Но высокопатогенный грипп не вызывает таких крупных вирусных эпидемий. Опять же потому, что у нас есть люди, огромное количество прослойка людей, которые имеют к нему иммунитет. Пока болезнь новая, иммунитета к ней еще нет, заразиться может большое количество людей. Вакцина от коронавируса в разработке. Защититься помогает соблюдение простых правил. Это просто должен быть обязательно свежий воздух. Лучше его увлажнять, если это в помещении. На улице, перед походом на улицу и после прихода с улицы, можно промывать и увлажнять нос. Мыть руки перед едой, мыть руки после улицы, мыть руки после рукопожатий, после посещения различных. То есть мыть ее рук – это одна из самых главных мер. Коронавирус от нас пока далек. Больше всего медиков волнует сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На лыжной базе прошел 41-й лыжный мемориал имени Бориса Глебовича Музрукова. На старт вышли около 3000 человек. Это жители Сарова и приглашенные гости из других городов, в том числе ветераны спорта. В феврале на большом спортивном празднике побывала и наша съемочная группа. Почтить память выдающегося организатора оборонной и атомной промышленности и возложить цветы к его памятнику пришли сотрудники ядерного центра, представители власти, студенты политехникума и сарфаты, патриотические отряды города. Борис Глебович Музруков был директором РФЦНЕВ с 1955 по 1974 годы. За это время он внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Стал первым председателем горспортсовета, почетным гражданином Сарова, дважды героем социалистического труда. Хороший лыжный праздник, это традиция, которую мы очень чтим. Это достойная память Борису Глебовичу Музрукову. В этом году мы проводим празднование, в том числе посвященное и 75-летию нашей отрасли. Отрасли, которая создала атомный щит, щит, который позволил нашей стране 75 лет жить в мире. И мы также должны быть благодарны и Борису Глебовичу, который внес достойный вклад в создание первой атомной бомбы. После возложения цветов на обновленной лыжной базе многократный чемпион мира по лыжным гонкам среди любителей Вячеслав Кайдаш вместе с членами комиссии по работе с молодежью профкома Рфятснеев зажег огонь соревнований и дал старт 41-му мемориалу Бориса Глебовича Музрукова. На снежную трассу традиционно вышли сотрудники подразделений института. Жители Сарова, гости из других городов, ветераны спорта. Спортивный праздник собрал в этом году почти 3000 человек. Безусловно, это самое массовое мероприятие года. Это мероприятие входит в календарь РФСО «Атомспорт». И, конечно же, ему уделяется особое внимание. И у нас приглашены гости различных городов. Сегодня присутствуют здесь город Озерск, город Ладейное поле, Москва, Академики РАН, АКБМ, НИИС, наши коллеги. Город Заречный представлен очень большой компанией. Галина Ладыгин работает ведущим инженером-технологом в производственном объединении «Старт» города Заречный. Уже десятый год подряд женщина приезжает на лыжный марафон и занимает призовые места. В этот раз спортсменка стала лучше на дистанции 5 километров. Дистанция 5 километров у нас спортивная, спуски, подъемы. И хорошо, что в этом году разделили «Старт» по группам. Сначала мужчины ушли, потом женщины, потом дети. У нас обычно случаются завалы на первом же подъеме. В этот раз удалось этого избежать. На финише участникам ждал горячий чай и угощение. Такими нам запомнились февраль и март ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2020-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, какими были прошлый апрель и май. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин